коллеги приветствую вас на youtube канале клуба трейдеров картель сегодня разберем такую интересную тему как вход в контур тренд при истощении от арм бывают такие ситуации особенно кто торгует криптовалюту или форекс и готовит домашку с вечера просыпаясь утром до либо при начале торгового дня обнаруживает что инструменты ночью мы уже сходили и сходили против домашки и возможно что-то поменялось в общем факторы бывают разные но суть дела не меняет с нам нужно выполнение одного главного условия отар должен быть пройден то есть я покажу два примера один на вечерней сессии когда инструмент уже сходила другая ситуация утром на лайткоине когда на азиатской сессии произошло движение в лонг и начал формироваться сетап на контр тренд значит повторюсь самым важным условием самым важным будет истощение отар то есть это должен быть пройден и не должно быть формации на продолжение движения я схематично отобразил так две сделочки шартовые шаблонные поэтому и ситуацию будем рассматривать short значит первое самое главное условие это открытие для код уровня либо какая-то локальная ситуация то есть не обязательно что ситуация будет складываться вокруг дневки дневка может располагаться и выше данной формации да также может быть неглубокий ложный пробой особой роли в принципе не играет но естественно нахождение цены под сильным каким-то дневным уровнем можно записать в плюсик и рассмотреть на торговлю именно вблизи сильных дневных уровней нас интересует по сути дела две вещи первое это уже пройденный отар третий раз повторюсь и второй откат после которого нет продолжения движения то есть инструмент откатывает останавливается им здесь формирует либо узкую на торговку либо ситуацию в с поджатием до в для входа в пробой то есть мы рассматриваем пробойные сделки контр тренд при пробое отката и еще маленький такой наверное нюанс что ситуацию следует рассматривать то есть нужно чтобы инструмент чуть-чуть отстоялся потому что волатильность как правило при спокойном до состоянии рынка резко возрастает после этого нужно какое-то время чтобы волатильность успокоилась для чего для того чтобы поставить короткий стоп так как входы в контр тренд сопряжены да наверное с повышенным риском что инструмент чуть поглубже откатиться и затем поедет на переходе в данном случае им 22 два примера две сделочки значит первый пример это монетка и лкью тивой которая там полетала полетала после этого откатила да и встала в на торговочку сделка на минутке то есть эта ситуация в моменте и дело происходило вечером то есть от закрытия америке после того как инструмент отстоялся да то есть волатильность снизилась и отсутствует да то здесь два небольших ложных пробоем и инструмент не идет на переходе то есть была повышенная волатильность очень сильно полетали и после полетов инструмент остановился в на торговку и не идет дальше и вот в пробой со стопом за на торговку стопик полпроцента ну и потенциал 2 процента сходили и далее и до цели грубо говоря достали единственно там еще был ретест сложным пробоем можете посмотреть ситуация была 16 мая сделка была закрыта далее уже было движение поинтереснее и идентичная сделка на лайткоине тоже с утра подлетели становились наверху там две отметки сделал где могут дальше тормозить то есть это было на домашке и домашку делаю рано до 6 утра 5 25 часов 20 минут по москве примерно начинаю 8 20 по москве тоже откатик 92 55 . остановки совпало с опять таки локальной точкой с которой сделаны приходит то есть локальный уровень отката и встали в узкую на торговку аналогичная ситуация от пробой здесь скрин даже стрелочки попали то есть три с копейками к одному коротенькое движение и то что происходит дальше нас уже не интересует по сути дела то есть нас интересует ситуация в моменте здесь еще и сверху лимитка просматривается то есть можно было даже пробовать заходить чуть повыше то есть ситуация одна вариант расторговки то есть если мы видим что и сверху лимитка можно пробовать в отбой заходить либо я больше консервативных входов придерживаюсь поэтому вот пробой здесь единственное только вот немножко еще понервничать заставили с учетом того что на уровне попилили немножко и после этого уже пошли то есть и далее далее даже можно рассмотреть то есть после выхода вниз еще или тест уровня и дальнейший ход на перелог в данном случае к цене закрытия предыдущего дня то есть такие вот моменты вроде все идентично но рассматривать можно по-разному и сейчас буквально вот вечером аналогичная ситуация тоже сегодня полетели какие-то монетки неплохо сходили вниз многие сходили очень хорошо наверх но вот аналогичная ситуация в моменте а цены закрытия сходили там пять с половиной процентов от ар нет и после остановки монетку начали поджимать опять-таки очень короткий стоп за вот этот вот небольшой откатик всего там 03 035 процента и движение вниз чуть больше чем три к одному ситуации по сути дела формируются аналогичные ежедневно берите на вооружение применяйте и потихонечку зарабатывать главное не пересиживайте в сделках 34 когда мы прошли и можно закрываться по фиксированному тайку если сделку сопровождаете то можно частично фиксировать оставить в безубыток и смотреть что будет происходить дальше опять-таки можно фиксировать полностью и дожидаясь ретеста при соответствующих формациях при теста вместо срыва до так называемой срыв базы если возврат и удерживают под уровнем то можно пробовать перезаходить на но с целями да как минимум там на обновление low и ну либо хая если мы смотрим пробои в лонг с лонгами аналогичным образом то есть те монетки которые в моменте до показывают какую-то динамику которая в целом отличается от рынка можно что-то посмотреть на младших таймфреймах если складывается какая-то ситуация то можно пробовать рассматривать монетка mb тоже локальная точка если пробьем вероятно ускоримся в противоход при том что большая часть рынка до неплохо отрастает эта монетка упала ну пока не растет но если то очень даже может быть и то же самое очень короткий стоп можно поставить там 05 процента и пробовать забирать 3 к дому завтра посмотрим как отработает всем спасибо берите на вооружение ставьте стопы и будет с вами профит пока пока а